Если мы хотим войти в свободную, счастливую жизнь и жить так не от раза к разу, а регулярно, каждый день испытывать счастье, каждый день испытывать радость от того, что мы живём, то, конечно, это очень влияет. То есть вообще тело наше, которое зависит от желудочно-кишечного тракта, повторюсь, которое питается через наш кишечник, и нам очень важно иметь свою хорошую микрофлору, потому что если мы таковой не имеем, то те продукты, которые мы съедаем, будут нести информацию, потому что когда вы едите продукты, с каждым продуктом идёт определённая информация, чтобы вы понимали. И вы, когда кушаете разные продукты, вы закладываете в себя информационную составляющую. И поэтому, ну, это бывает, это нормально, мы как бы имеем свои слабости, но когда у вас хорошая микрофлора, то вот эти вот информационно заряженные продукты, они не влияют на вас, потому что иногда человек даже не понимает, откуда у него берутся какие-то состояния, они просто могут браться от той информации, которую вы съели две недели назад. понимаете, будучи, допустим, в каком-то кафе, ресторане, или просто на ходу съели булочку, да, и забыли про это. И пока она там у вас расщеплялась, у нас очень долгие цепи расщепления, химические идут, очень долгие бывают в организме. Вот это не то, что вот мы съели, и на следующий день мы как бы от этого освободились. Нет. Там очень долгие. И вот это всё информационная составляющая. Поэтому это очень важный момент. И, конечно, очень надо внимательно относиться к тому, как я ем. Это тоже важно. Как я ем? С кем я ем? Сколько? Когда? И что я после этого чувствую? То есть вот прямо запишите себе эти вопросы, у кого есть ручка под рукой. Потому что они основные. И об этом нужно задумываться. Точно так же касается и воды. Воды нужно пить. Чистую воду нужно пить. Хорошую воду нужно пить. Очищать свои клеточки. Потом, после того, как мы идем, спросите у себя, как часто вы общаетесь со своим телом? Как часто вы разговариваете со своим телом? Когда последний раз вы разговаривали со своим телом? Вот просто подумайте об этом, потому что если вы не общаетесь со своим телом, то у вас нет интуитивного восприятия, что вам на самом деле нужно. Поэтому общение с телом, особенно женщине, это нужно всем, но особенно женщине. Когда вы утром просыпаетесь, я вам очень рекомендую завтра, не вскакивайте вы с постели. Просто вот с утра нужно обязательно, даже если вам некогда. Понимаете, когда вам даже кажется, что я проспала, уделите две минуты, вообще не сыграет никакой роли на то, что вы куда-то там упадываете. Три минуты. Почувствуйте свое тело. Вот вы еще просыпаетесь, у вас еще глаза закрыты. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте, что оно вам сегодня говорит. Вот сегодня. Оно сегодня другое. Оно как-то там работало всю ночь. Оно там от чего-то очищалось. Какие-то были процессы. Что-то расщеплялось. Что-то создавалось. Большое количество клеток создалось. Большое количество клеток распалось. Там такие мощные процессы. Понимаете? Что готово вам сказать сегодня тело? Обнимите свое тело. Поблагодарите его. Ощутите его. Это очень важно. Так у вас будет развиваться чувствование. Интуитивное чувствование. Что вам необходимо. В данный момент. Не завтра, не послезавтра. А сейчас. Вы по-другому будете чувствовать. Когда вы пьете воду. Когда вы кладете кусочек еды в рот. Вы будете по-другому ощущать. Потому что вы будете слышать тело. Этот навык тоже нарабатывается. Это нужно делать регулярно. Спросите у своей печени. Она бедная. Страдает от всего того, что мы едим. Поговорите с ней. Поговорите с поджелудочной. Поговорите с селезенкой. Женщинам обязательно нужно, кстати, разговаривать со своими. Репродуктивной системой. Со своей маткой. Это отдельная тема. Но это обязательно. Просто без этого никуда. Потому что у нас восприятие этого материального мира. Начинается с репродуктивной системы. Потом уже сердце. Сначала здесь живот. Понимаете? И наш кишечник очень близко находится. От того, какой будет чистый кишечник, зависит от нашей репродуктивности. Даже если у вас были операции. Фантомно все на месте. И вы фантомно можете разговаривать с своими органами. Даже если у вас нет желчного или что-то по-женски. Что-то вырезано, где-то удалено. По-разному бывает. Фантомно все на месте. Ваше тело полностью существует в матрице совершенного я. Но проживания бывают разные. Да, истории бывают разные. У нас у всех есть своя совершенная модель своего физического. Не только духовного. Мы приводили, что наше высшее я – это наша совершенная субстанция где-то там. Где-то там я совершенный. Там я в Боге. И там все прекрасно. Там все божественно. Там все чисто, светло. И так далее. А у нас есть точно такая же физическая совершенная матрица в тонком плане. Но от того, что мы о ней не знаем, к ней не присоединяемся, мы живем через травму, живем через стресс, живем через боль. Мы, вот то, что мы должны отражать, вот это совершенное тело по образу и подобию. Ведь не просто так, по образу и подобию. Да? Мы его всячески деформируем. Но элементарно, просто совет. Каждое утро настроиться на свое тело. Даже не надо, если не знаете, как соединяться с совершенной матрицей. Ну, просто знайте об этом. Она существует. Я экспериментирую над этим уже много лет. Много лет. Мне когда-то пришла такая информация. Совершенно случайно. Я еще тогда смотрела фильмы. И когда я это увидела через кино, которое совершенно было посвящено другому, но я это увидела, а потом еще появилась информация Горяева, и я поняла, что это правильно ко мне пришла информация, и я стала на эту частоту соединяться со своей лучшей версией совершенного тела. Не просто высшего я, а совершенного тела. И каждый из вас может на это настраиваться. Главное начать. Вот понять вообще невозможно. Ну, он не про это. А ваша душа про это, а ваше сознание про это, а ваше чувствование про это. И просто вот если вы возьмете это за правило, у меня это правильно. Я никогда не вскакиваю с постели. Прежде чем, кстати, вскочить с постели, я недавно ввела такую практику. Я узнала об ней в Индии. Потому что считается, что надо вставать с правой ноги. Вот ты встаешь с правой ноги, у тебя хороший день. А на самом деле не совсем так. Еще маленькую дам вам момент, что когда вы почувствовали свое тело, вы почувствовали пальчики, все-все-все, икры, живот, руки, ноги, потрогали свою голову. Я с утра голову трогаю, иногда прямо в постели уши разминаю, подышу там. Ну, это немного на самом деле. Это все секунды-секунды. А потом почувствуйте и подышите, какая настря у вас лучше дышит. Левая или правая? Ну, сейчас вечером, может, у меня вот сейчас одинаково, потому что я там продышалась. А утром всегда какая-то больше засорена. И вот какая хорошо дышит, с той ноги надо вставать. Я вот это вот с декабря месяца практикую. И у меня очень часто бывает, что левая лучше дышит. Я встую с левой ноги. Это аюрведа, это глубокая аюрведа. И эти знания, вот они вот так вот не лежат. Потому что считается, надо вставать с правой ноги. Оказывается, не так. И когда вы такие маленькие делаете вещи, когда вы просто... Ну, это же мелочи, да? Когда вы из мелочей чувствуете свое тело, вы понимаете, как для него лучше. Вы чувствуете свое дыхание. Вы ощущаете себя комфортно в своем теле. Независимо от того, что вы пережили в своей жизни. Я понимаю, что многие из вас пережили разные страдания, связанные с какими-то заболеваниями, там, операциями, хроническими, всякими болезнями. Но это не значит, что вы не можете себя чувствовать совершенно, понимаете? Совершенно энергетически, в балансе, в чистоте. Скажите про матрицу Горяева совершенного тела. Как вы ее делали? Ну, я взяла идею. Я не по Горяеву делала. Вы поймите, я вам сказала, что Горяев не подтвердил мою идею. Да? Что он... У него своя методика. Просто я это осознала. У меня был опыт, когда я сидела с насморком перед телевизором. Тогда дома еще был телевизор. Сейчас у меня дома телевизора нет. Сейчас я кино не смотрю. Но тогда я говорю, у меня был телевизор. Я смотрела кино. У меня был насморк. И я смотрела на здорового человека, там, в кино какого-то актера. И поняла, что я могу подключиться к матрице здорового человека, у которого нет насморка. Не к человеку, а к программе освобождения носа. У меня через полчаса осопление было. Это было, конечно, вообще... Причем нос прям тек. Когда особенно начинается насморк, вы знаете, он течет, течет, течет. Потом уже переходят другие статьи. И когда я исцеляю людей, не всегда, но я пользуюсь этим методом. Понимаете? Я пользуюсь этим методом и соединяю человека с информационным пространством, в котором есть совершенное тело. Его. Ничье-то там. У нас у всех это есть. Поэтому, когда вы общаетесь с телом, вы начинаете его чувствовать, вы понимаете его потребность. И что происходит? Вот у многих, у вас, практически, наверное, у всех, нет принятия своего тела. Если вы честно сейчас зададите вопрос себе, честно, то, скорее всего, вы не принимаете свое тело. На поверхности, может быть, вы скажете, ну, почему? Меня все устраивает там, да? Но если покопаться, покопаться, то принятие тела, тела нет. Я больше, чем уверена, потому что я очень много работаю с людьми, да, особенно по телесным всяким вещам. И нету принятия тела. То есть мы отрицаем свою божественную природу. И если мы отрицаем свою божественную природу, у нас возникает подсознательно, может быть, бессознательно, очень большая претензия к жизни. Вот прямо вот себе возьмите наружение. Претензия к жизни возникает от отрицания своего тела. И когда мы отрицаем свою божественную природу, у нас возникает претензия к жизни. Какая, как вы думаете, у вас открывается перспектива? Как бы вы ни старались, как бы вы ни хотели, вы набиваете себе шишки теми трудностями, с которыми встречаетесь день от дня. И не можете понять, почему и что и где. А ключ, он очень лежит на поверхности. Здесь не надо даже глубоко смотреть, где этот ключ. Поэтому, когда вы начинаете взаимодействовать со своим телом, вы начинаете его слышать, у вас рождаются очень тёплые любовные отношения. С телом нужно заводить любовные отношения. Вот как вот мы все хотим или хотели, да, любовных отношений. Нам кажется, что в них очень хорошо, тепло, меня понимают, меня принимают, я нужен, меня любят. Вот розовые очки, состояние полёта, всё прекрасно, мир другой и так далее. Чувства, чувства вообще замечательные, вот эти вот гормоны дают нам вот эту вот радость жизни. Так вот, когда вы будете такие отношения строить со своим телом, вам откроется совершенно другой мир, вот этих парящих бабочек, солнца, которое светит всегда, да, когда мы вспоминаем какие-то события в своей жизни, когда мы были влюблены, там всегда очень много ярких красок, да, всегда. Вот вы вспоминаете, это там, неважно, когда это было, в каком периоде вашей жизни, там всегда красота, там всегда такое состояние, там у вас много энергии, вы парите. Поэтому нужно исцелять взаимоотношения с телом и исцелять своё тело тем, что вы выстраиваете с ним взаимные, потому что тело для нас очень много трудится. Мы его не создавали, мы его не создавали, вы поймите. Вы пришли и пользуетесь этим телом и ещё проявляете к нему недовольство. Так, Лена спрашивает, как можно описать вот это принятие тела, так, как вы сейчас описали. Принять – это выстроить отношения и понять. Когда мы понимаем друг друга, мы принимаем друг друга сразу. Вот, ну, я понимаю человека, и даже, может быть, я с ним не совсем согласен, но я его понимаю и я его принимаю. Вы переносите всё на то, как мы вообще общаемся с людьми, как мы общаемся с другими. Принцип тот же. Мы просто с другими стараемся наладить отношения. Почему мы с собой не налаживаем отношения? Почему мы стараемся других чувствовать, под них подстраиваться? А почему мы с собой так не делаем? Как это чувствуется? Это откроет вам ваше тело. Что я сейчас вам буду говорить об каком-то заморском фрукте, который вы никогда не видели? Вот вы, когда его увидите, покушаете, тогда мы сможем об этом говорить. Вы просто начните чувствовать своё тело, понимать, слышать, разговаривать. У вас совершенно по-другому будет восприятие даже того, что вы едите. Ну, это самое простое, самое такое, я бы сказала, грубое отношение к телу, да, что я кладу в рот. Многие даже этого не понимают и не знают, как это с этим быть. А я вам более тонкую энергию даю, более тонкое знание. И тогда у вас откроется, откроется понимание, как я могу каждый день чувствовать состояние радости. Вот через все эти вещи. Пища, вода, общение, чувствование, понимание, принятие. Когда вы будете вот даже на этом уровне общаться со своим телом, у вас психические проблемы уйдут. Тревоги, страхи, стрессы. Потому что когда откроется сознание, когда будет триединство, да, есть такое, что есть настрой. Настрой на божественное присутствие. А Бог приходит тогда, когда есть настрой, настройка. То есть настройка – это нас трое. Это тело, это разум и это душа. И без тела здесь не обойтись. И как бы мы не стремились познать свою душу. И как бы мы не стремились очистить свой разум и выйти в состояние сознания. Мы без тела не можем. Нас не трое. Только триединство дает познание Бога. Понимаете? И поэтому сегодня я говорю вам о целительстве. Это есть целительство своего тела. Исцелить, стать целым. И без того, как вы общаетесь, чувствуете, понимаете, принимаете и не выражаете претензии своему телу, а любите его в совершенном проявлении. Тело совершенное. То, что вы с ним сделали, вы можете исправить. Потому что помните о том, что вы не создавали этот тело. Вы ничего не сделали, чтобы создать это тело. Всё, что мы делаем, это только разрушаем своё тело. Спасибо. Спасибо.